Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые жюри. Очень рада, что я здесь оказалась. Спасибо вам за приглашение. Хочу вам предложить методику преподавания химии, использования технологий моделирования на уроках химии. Я учитель общеобразовательной школы Сила-Идабо, Жасупова, Райгулия, Адамы. Целью моего проекта является использование метода моделирования в преподавании химии как способ повышения интереса к предмету. Ну и, конечно же, то, что от нас требуется, это повышение качества знаний учащихся. Актуальность метода в чем? Во-первых, это сейчас мы очень часто в социальных сетях мы видим то, что говорят, вот верните советскую систему образования и так далее, что там все было хорошо, у детей было. Но мы понимаем, что сейчас дети совсем другие, да, и те методы, даже та программа, которая была раньше, она уже не подходит нашим детям. Поэтому мы говорим, что современная жизнь характеризуется быстрыми изменениями, и традиционные методы преподавания уже не дают результата педагогического процесса. Второе, это, конечно же, привитие интереса. То есть те, сейчас дети далеко ушли вперед, даже вперед меня, некоторые ученики, и, в общем-то, привитие интереса к предмету через увлекательный, активный, творческий, учебный труд. И, конечно же, в век информатизации, технологизации общества требуется новый уровень мышления. Очень долго я шла к этому методу, в общем-то, когда сейчас у меня 25 лет педагогического стажа, и вначале, конечно же, когда приходишь с вуза, стараешься подражать своему учителю и так далее, и в основном это был, конечно же, традиционный метод доска, мел, и, ну, иногда, конечно же, и интерактивная доска уже, когда со временем она появилась. Цель технологии – это работа с учебными моделями, которые создают сами школьники под руководством учителя. То есть, как я к этому пришла, ну, буквально это, ну, года три я работаю над данным проектом. То есть, когда вот во время пандемии, да, как говорится, не бывает входа без добра, когда мы преподавали уроки в дистанционном формате, и у нас почти что на каждом уроке есть лабораторная работа, которую дети должны выполнить. И в итоге, ну, там, конечно же, есть в учебнике, как бы, то есть, что нужно использовать для выполнения этой лабораторной работы. Ну, в основном, вот эту свою методику я применяю при изучении атомов, строения атомов, строения молекул и так далее. И вот тут уже я немножко отошла, да, вот почему там было, там в учебнике дается, возьмите пластилин, там, спички и сделайте там модель атома или молекулы. Но некоторые потом мне стали писать, вот у меня нету пластилина и так далее, и так далее. И вот тут я говорю, да хоть что, вот придумай, вот сделай. И в итоге вот здесь вот проявляется фантазия детей, они вот из дома, вот то, что у них там есть, они начинают мне предлагать. Вот то-то, то-то и так далее. Вот там ребенок один там с бусинками там придумал, кто-то аппликацию вот сделал и так далее, да, атома. И вот тут как раз вот на основе этого у меня вот зародилась вот такая вот идея немножко отойти от того, что написано в учебнике и предложить ребенку самому идти к данной понятию. Ну вот здесь вот тоже это вот буквально в этом году тоже как раз на дистанционку мы ушли в связи с буранами. И вот здесь вот у нас модель молекулы азота, ученица, вот она сделала такую вот аппликацию, да. Следующее, кроме того, вот моделированием, используя возможности своего кабинета, у нас есть конструктор, да. Вот то есть это там седьмой класс, здесь ребенок в девятом классе у нас тема строения, а вот здесь вот я уже органическая химия. То есть здесь, посмотрите, используя конструктор, у нас есть такой, я его вот даю и говорю, вот возьмите и сделайте там молекулы этилена или пропана и так далее. И вот они собирают, здесь они видят, то есть как состоит и когда уже из чего состоит, как связаны молекулы атомы между собой. И вот здесь уже не возникает проблем, когда дети записывают название изомеров, да. То есть можно по-всякому, кто химика не знает, эту формулу представить и часто дети ошибаются, принимая часть цепи как один, ну как радикал. То здесь уже они уже знают и понимают. То есть частичку микромира дети могут почувствовать руками, да, поддержать этот атом и так далее. Кроме того, вот здесь вот смотрите, дома тоже вот это строение атома, молекулы азота. Вот таким вот образом ребенок представил, да, там два яблока соединил этими зубочистками. Есть еще такой ученик, который вот он в компьютерном более вот такой вот продвинутый. Он мне вот такие вот молекулы на компьютере создал, да, а потом он еще говорит, вот я еще научусь делать анимации, и я вот потом сделаю, что она будет вертеться. Я еще, ну, я говорю, можно ее так показать там со всех. Вот я буду ее потом делать. То есть тут я уже предлагаю учителю информатики, помоги ему, покажи, как. Есть у нас в школе системный администратор. То есть с этим ребенком, тот, который уже пошел в сторону, так скажем, IT-технологии, он уже будет дальше работать с этим ребенком. Так. Ну, межпредметные связи. Во-первых, это информатика, вы уже видите, да, физика, то есть строение атома. Это не только химия, но и физика. Художественный труд здесь, то есть дети применяют разные. Это развитие, конечно же, фантазии. Кроме того, здесь и идет развитие грамотности чтения. То есть сейчас бывает домашнее задание, задашь ученику, а он, ну, не хочет даже прочитать, да, а уже когда ты даешь ему проект, то он, конечно же, в первую очередь ознакомится с параграфом, что там написано, изучит и оттуда возьмет, конечно же, самое главное. Ну, бюджет нулевой, то есть здесь никаких затрат нет, не считая того, что он с дома там два яблока взял там или еще что-то. Ну, и повышение интереса в чем? Умение творчески подходить, конечно же, к решению задачи. Умение работать над проектом, то есть здесь проектная деятельность захватывает буквально весь класс. То есть не только там есть, конечно же, с которым отдельно, с ребенком работаешь и какую-то проектную работу выполняешь. Следующее обладает способностью получения необходимой информации. То есть я говорю, даю им не только, что вы с учебника возьмите, а они уже начинают исследовать интернет, то есть использовать интернет, так скажем, в учебных нужных целях умеют. Следующее развитие абстрактного мышления, функциональной грамотности, креативности, самостоятельности и пространственного мышления. Ну и, конечно же, хочется сказать о качестве знаний. То есть если говорить про 19-е, 20-е годы, то в это время у нас было три алтенбельгиста, из них двое именно по химии и биологии занимались. Занимались, да, и вот они подтвердили свои качества знаний, пошли в вузы в данном направлении. Ну, а это качество знаний моих классов. Я работаю, преподаю седьмого по одиннадцатый класс. И мы видим седьмой класс, восьмой класс, да, ну и там выше, уже качество знаний немножко выше, там дети осознаннее немножко. Ну а седьмой класс, они уже потихонечку уже начинают постигать азы химии. Так, ну и, конечно же, хочется закончить свое выступление такими словами Конфуция. Послушайте, и вы забудете, посмотрите, и вы запомните, сделайте, и вы поймете. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok